Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День Города. Смотрите в выпуске. Временная передышка в отсутствии Снегобады в ДБГ усилила работу. Настолка для патриотов не ответил, попал в плюн. Предпраздничные контрасты, весенняя колористика рязанских художников. Мой отчет завершен. Наступило время рассказать о своей работе всем муниципальным главам без исключения. И это не должно быть формальностью. Рассказывайте, что по-настоящему делаете. С такими призывами к властям на местах сегодня обратился губернатор Павел Малков. Жители, по его словам, должны видеть изменения. Кроме того, по традиции на правительстве говорили об уборке снега. Пока погода Рязани благоволит, уборку снега с улиц коммунальщики усилили. Причем не только в городе, но и по всей области. Впереди потепление. Вовремя не вывезенный снег для автомобилистов может стать неприятностью. Обильные снегопады и, как следствие, постоянная очистка дорог привели к образованию снежных валов вдоль дорог высотой до полутора метров. Дорожники региона готовятся к повышению температурного режима и возможному скоплению талой воды на проезжей части. Для обеспечения водоотвода в период таяния тяжелой техникой начали проводить работы по ликвидации этих валов. В Рязани таких вот больших сугробов на обочинах сегодня нет. А все потому, что снег вывозят круглосуточно. Практически каждый день новые рекорды. Впрочем, основной фронт работ все же очистка наледи с тротуаров. На сегодняшний день по городу Рязани с ноября месяца вывезено более 240 тысяч кубических метров. В 2023 году на эту дату было 75 тысяч кубических метров. Техники на сегодняшний день привлеченные и собственной техники работают более 150 единиц. Для сравнения, в том году это было 100. Ежедневно мы вывозим около 6 тысяч кубов снега. Ну, в том году мы вывозили 1800. Еще один уже традиционный вопрос на правительстве, мягко скажем, неоптимальная работа общественного транспорта. Из-за этого жители Забайкальской, словно оправдывая название улицы, ждут автобусов неприлично долго. А те маршрутки, что приходят, льготников перевозить отказываются. До Забайкальской сегодня два маршрута. Первый и 41-й. Мы мониторили около недели весь наш маршрут в час пик. Первый из 90 мест у нас заполняемых было 55 человек или 61%. Думаю, что мы дальше будем этот маршрут мониторить. По 41 маршруту у коммерческого перевозчика план выполнения 83. Тоже будем встречаться, чтобы они доводили процент выполнения транспортной модели до 96. Все-таки мне хотелось бы увидеть результаты мониторинга, выполнения графика. Сколько там сейчас какого транспорта на этих маршрутах. Павел Геннадьевич, тоже посмотрите, пожалуйста. Потому что, с одной стороны, я слышу, что работа ведется, мониторинг, усиление. И видно, как в будущем будет усиливаться эта работа. А с другой стороны, жалобы-то есть. А вот для жителей Старожилова прозвучала приятная новость. Региональный Минздрав купил для местной больницы новый рентгенаппарат. Прямо сейчас проводят лицензирование, и уже в марте аппарат заработает на полную мощность. Юно-армейцы в Рязани сразились в настольной военно-исторической игре с громким названием «Битва за историю». Несмотря на то, что основным оружием были кубики и фишки, баталии развернулись нешуточные. Полковник вооруженных сил ДНР, Героя Донецкой Народной Республики, основатель и первый командир регионального баталии. На карточке ответа нет. Команде придется вспоминать. Угадать здесь не получится. Впрочем, позывной «Моторола» достаточно известен, чтобы сильно напрягаться. И это только один из десятка вопросов, которые подготовили для настольной военно-исторической игры. Сегодня им предстоит соревноваться друг с другом в знаниях. Потому что именно знание истории является тем самым фундаментом, на котором устроится наше мировоззрение как граждан Российской Федерации, как патриотов нашего Отечества. Пусть каждый из вас покажет все, на что способен. Играйте командно, помогайте друг другу. Играя способствует тому, чтобы вы проявляли, в первую очередь, командный дух. Югализм здесь неуместен. Военно-историческую игру презентуют впервые. Она посвящена второй годовщине начала СВО. Вопросы про историю, культуру, географию России и Украины, а также о ключевых аспектах российско-украинских отношений с 1991 года по настоящее время. Отдельный блок вопросов был посвящен основным событиям и героям специальной военной операции. Чтобы донести до нашей молодежи те исторические факты, которыми, к сожалению, сегодня мало кто обладает. Вследствие чего становятся жертвами различного рода дезинформации, сфальфификации фактов, которые сегодня очень часто встречаются в нашем сегменте интернета. Где одни факты подменяются другими, где искажаются факты или, наоборот, создаются, в принципе, фейковые или иные исторические события моделируются, которые влияют на умы нашей молодежи, заставляя их неправильно немножко воспринимать, а иногда и немножко нашу реальность современную. В военно-исторической игре принимают участие 8 команд – отряды юно-армейцев и православные витязи. За общим столом играют по 4 команды. Поле – прямоугольник с карточками. У каждой команды три наступательных фигурки. По очереди бросают кубик и ходят по полю. Попал на клетку боя – берешь вопрос. Ответил – получил так называемый жетон победы. Не ответил – считается, что игрок попал в плен. Его должны освободить сокомандники. Ответить на тот же вопрос – у кого больше жетонов, тот и победил. Школьникам игра понравилась. Победители ждали награды. Для остальных участников это был стимул подкрепить свои исторические знания. Партнер программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба» Камчатская работает до 24 февраля включительно у торгового центра «Премьер». Хитрая схема мошенничества с подставными ДТП предсказуемо завершилась в железнодорожном районном суде Рязани. В афере участвовали 17 человек. Впрочем, некоторых авторы схемы использовали, что называется, в темную. Подробности далее. Схема, которую придумали предприимчивые автомобилисты, была рабочей с 19 по 21 годы. Мошенники организовывали подставные ДТП, а затем обращались в страховые компании за выплатами. По договорам КАСКО и ОСАГО. С этой целью к участию в преступной деятельности они привлекли своих знакомых, имеющих дорогозастоящие автомобили. Сумма ущерба от незаконной деятельности составила более 2,5 миллионов рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимые вину признали. Возместили причиненный ущерб, в связи с чем участники ДТП были освобождены от уголовной ответственности. А вот организаторам схемы повезло меньше. 4 года условно, с испытательным сроком на то же время. Еще один эпизод, доведенный до суда прокуратуры в Шацком районе. Здесь местный житель, что называется, пошел в разнос и стал воровать все подряд. Виновный, находясь на территории Путятинского района, проникл в жилое помещение, откуда совершил хищение электропилы. В тот же день, находясь в рабочем поселке Шилово, с приборной панели автомобиля он похитил смартфон. Кроме того, в отношении осужденного установлен административный надзор на срок 8 лет. Однако, в нарушении установленных административных ограничений, без уведомлений у полномоченных сотрудников ОМВД России, он оставил свое место фактического нахождения в Ревновском районе и стал умышленно сокрываться от правоохранительных органов. Скрывался, правда, недолго и, учитывая рецидив, получил 3,5 года строгача. Времени подумать будет предостаточно. Еще одно любопытное дело пока что только попало на стол к следователям статьи о злоупотреблении должностными полномочиями. А состав не совсем обычный. Судебный пристав решил присвоить себе изъятый автомобиль. О том, как судебные приставы арестовывают автомобили, наша телекомпания рассказывала не раз. Причина зачастую неуплата алиментов. А под удар попадали и Мерседесы последней марки, и Ауди. В общем, машин премиум-класса хватало. Как и отечественных НИФ и Жигулей. Какая именно марка машины фигурирует в этом уголовном деле, следователи не говорят. Но, как показывает практика, вряд ли кто позарится на отечественный автопром. А дело обстояло так. Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2019 года по октябрь 2022 года осужденный использовал для своих личных целей изъятый и обращенный в собственность государства автомобиль. Изготовив подложный документ о якобы имевшие место передачи указанного транспортного средства в территориальное управление Росимущества на распоряжении. Деятельность на тот момент действующего сотрудника пресекли сотрудники регионального УФСБ, отдела экономической безопасности и ОСБ УФССП. Автомобиль изъяли. Уголовное дело передано в суд. Отделался штрафом. После вступления приговора в законную силу будет решен вопрос о передаче изъятого автомобиля в собственность государства. Икра и рыба Камчатская. Выставка продажи у торгового центра «Премьер» работает специально, чтобы рязанцы могли попробовать вкусные и свежие продукты с Дальнего Востока к длинным праздничным выходным. Спешите приобрести морепродукты высокого качества. На прилавке у торгового центра «Премьер» большое разнообразие рыбных деликатесов. Выставка продажи икра и рыба Камчатская вновь радует рязанцев. Более 35 видов рыбы горячего и холодного копчения с ароматом ольхи, вишни и яблони, что позволяет сохранить ее полезные свойства и придать особый вкус. Здесь и нерка, и омуль, а также палтус, чавычи и белорыбеца. Расскажите, пожалуйста, праздника покупаете к 23 февраля? Ну, можно сказать и так, да, к празднику. Надо себя побаловать немножечко. Мы уже покупали, уже третий раз мы покупаем ее. Что понравилось? Ну, чавычи больше. Как будете 23 февраля отмечать? Ну, дома, в семейном кругу. Зимой, особенно в период обострения эпидообстановки, витамины полезны даже самому стойкому организму. Поддержать здоровье помогут деликатесы прямо с Камчатки. Для профилактики и лечения вирусных болезней предлагают самые разные лайфхаки, в том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжко. Заболевания протекают у людей с дефицитами витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба, например, чавыча, которую еще называют королевским лососем. Так что сочетать можно приятное с полезным. Поделитесь с нами, пожалуйста, что купили. Купили вот чавычи, копченые и простые. Праздник он, праздник купили. 23 февраля, как нельзя отмечать 23 февраля? Накроем стол, нальем стакана, пустим слезу, бурскую скупую. Вот купили закусочки, все пойдет нормально. Уже покупали здесь когда-нибудь? Да постоянно покупали. Да, здесь берем. Мне здесь нравятся продукты хорошие. Большим спросом у покупателей пользуется и красная икра. Такой вот контейнер богат фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами омега-3 и омега-6. Состав естественный, только икра и соль. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» будет работать до 24 февраля включительно. Так что у вас еще есть время пополнить витаминный запас. У работ нотарии Кобзева особый стиль исполнения. Современная живопись, основанная на традиционном базовом академическом образовании. С особой колористикой и передачей света тени. В галерее «Преубанка» в ближайшее время можно увидеть картины последних лет, объединенные темами ближайших праздников. Первое впечатление от картин – будто свежий ветер подул и развеял волосы. Весенний ветер – так выставка и называется «В ожидании весны». В этой галерее я предложила зрителю ожидать весну вместе со мной. Нам всем уже очень хочется весны. А весна ассоциируется у нас с несколькими праздниками. Это и 8 марта, это и Пасха, и, конечно, День Победы. И вот в этой экспозиции я объединила такие начала, как мужское начало, скоро 23 февраля, я всех поздравляю тоже, мужчин с таким праздником, очень значимым для нас. И, соответственно, женское начало – это цветы. Поэтому вот мы все ждем весну вот с надеждой, с надеждой на красоту, на цветение и на победу. Контраст тем, мужественные фигуры атлетов и рядом нежные яблоневые цветы. В общем, выглядит весьма гармонично. Я называю это современный экспрессионизм, экспрессия. Я очень люблю цвет, люблю современное искусство. Мне всегда интересны стили граффити в том числе, поэтому я использую здесь такую смешанную технику, как классическое масло, так и акриловые баллончики в том числе. Люблю цветы писать. Цветы у меня разные, разных сезонов, но вот именно на этой выставке представлены только весенние цветы. И, конечно, цветение весеннее, оно связано с цветением яблонь. Вот эти цветы я увидела в Коломенском монастыре, в монастырском саду, и они меня поразили своей какой-то трепетностью, вообще хрупкостью. Ведь цветы яблони, в них много заложено и романтизма, и надежды, и легкая грусть. Такое искусство не может остаться незамеченным. Масштаб художницы оценивают все ее коллеги. Она крупный рязанский художник, современный художник, вот, еще не совсем, не совсем известный, так сказать, но это все впереди, потому что у нее своя манера, у нее свой взгляд на искусство, на творчество, она ответственна в своем творчестве, очень ответственна. Может быть, даже излишней, я бы, может быть, похулиганил побольше, но вот она такая. Интересно и то, что при особой стилистике творчество Натальи весьма разнообразно. Это просто разноплановый уже художник, взрослый, самостоятельный. У Натальи есть вот и цветы, вот этот вот цветущий вот этот сад, это просто необыкновенные работы, радостные, счастливые. У нее очень много натурных работ, у нее есть композиции станковые, которые как бы фигурные, то есть это вообще уже совершенно такое взрослое искусство. Ну, и самое главное, наверное, что у нее работы несут радость. В нашей жизни это необходимо. Наталья преподает в художественном училище и тому же учит своих студентов. Смелости выражения и гибкости в этом динамичном мире. На этом у меня все новости. С вами была Марина Романюк. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!